Раз, два, три! Я вижу! Для вас, мои дорогие зрители! Всем привет, дорогие мои друзья! С вами Юга, и это начало отличного и прекрасного события, которое называется Игромир 2016. Оно начинается здесь, у меня, в моем маленьком, но очень теплом Невиномыске. И продолжится в Москве. И начнем, конечно же, с пути. Самое для кого-то неприятное, но для меня вполне волнующее и интересное событие. Как видите, сумки уже собраны. Я уже весь собран. И значит, то, что мы уже начинаем. Поехали! Ну что, дорогие мои, вот мы и прибыли в аэропорт Минеральные Воды. Идет дождь, а в целом как-то все очень даже неплохо, пасмурно и дико хочется спать. Почему? Потому что это мое обычное состояние. Показать тут особо я не знаю. Сейчас пройдемся по памятным местам. Времени у нас до отлета просто до хренища. Ну и, а почему? Потому что, ну, я не люблю автобусы. И на Блаблакаре я добрался до сюда за 4 часа до своего вылета и как-то 3 часа до своей регистрации. Выходить здесь, найти какую-нибудь харчевню. Ну, кавказская кухня, пожалуйста. Побродить, посмотреть, что да как да почему. По-моему, неплохо. Да, не так радужно, как мне хотелось бы, конечно, здесь. Ну да ладно. Всем здрасте. Осталось около часа до вылета моего мозгу. Я уже в зале ожидания прошел регистрацию. Кстати, очень быстро. Если ты, конечно, с помощью терминала электронного это делаешь, то реально очень быстро. Честно говоря, настроение боевое. По мне видно, по мне видно. На самом деле, я все это время, где-то примерно часа 3, ну, то есть, приехал я заранее, читал полностью всю книгу. Я не знаю, как я пропал. Я очнулся где-то часов в 5. Поил сучкой, кстати, шикарная кавказская кухня здесь есть. И, соответственно, дальше упоролся в книгу. Скоро будет анонс. Вот я сейчас это записываю. Вы уже будете смотреть хронологию этих событий, когда уже в дальнейшем будет это покровить в полном блоге. Сегодня вечером будет объявлено непосредственно от кого я еду на Игромир и, соответственно, с кем мы вместе будем работать. Я надеюсь, для вас это станет сюрпризом. А для меня это станет отличным опытом показать вам удачный опыт коллаборации и вообще, в принципе, дружеского сотрудничества. Соответственно, увидите все, узнайте в группе сегодня вечером 28 числа. Завтра с утра уже увидимся на Игромире. День для прессы, встреча с блогерами и мои вопросы, которые действительно меня интересуют, которые я хочу задать в рамках своей программы. Ну, обо всем уже вы увидите. Не буду с вами прощаться, буду говорить до свидания и со следующего включения. Доброе утро, дорогие мои друзья! Да-да, это все та же самая продата рожа с вами, но и еще одна тоже не менее красивая, но не продатая. Познакомьтесь, это Лир. Ну да. Да, вы его могли слышать в одном из подкастов, но теперь вы можете видеть. 7 часов утра, 29 сентября, начало выставки Игромир 2016. Мы отправляемся с Твери, в сторону Москвы, да-да. И не спрашивайте, почему так, но мы поехали. Мылись. Да. Не, ну это не войдет в основной блок, это, наверное, надо... Вот, писаешь? Это, кстати, запись пошла, да, вот, сука, 8 часов, и вот из них 8 часов кто-то будет смотреть вот эти два момента, где точно узнают, что мы проебали электричку из Твери, и, соответственно, едем на Бибики. Бибика. 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 Причем прямом и переносном смысле. Как видите, мы очаровательны, просто до омерзения. Ну, в частности, я точно. Я тоже побрил, собственно. Ты тоже побрил? Кусочки. Это такие, да, шпаки. Да ладно. Надо бороду степень отрастить. Да? Не хочешь? Потрите мне, нормальную бороду. Ну, это у нормальной. Ребята, хэштег соберемся на бороду. Изи, я думаю. Надо всего лишь 5 бутылок водки, недели запоя. Все. Ну, 2 дня отходничка будет, как бы. 5 бутылок водки, я думаю, маловато будет. Ну, а каждый день по стволу? Конечно. Ну, ты не успеешь от одного отойти на следующий. Да, я думаю, как-то там. Ладно. Ладно. В левом случае все равно формат лайфстайла. Ну, да. Бибику покажу. Тихо. 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 Где такая лужуха-то? С твоей рамки? Погода мерзительна. Прекрасно. Тихо. С твоей рамки. Где же, бля? Такая такая, и пошла длина. Погода, блядь. Ой. Ладно, будем просыпаться, будем ехать. Блядь, мне нужно сегодня фонтанировать эмоциями на первом дне. И изображать нереальную радость на глазах. Ну, она, кстати, не поддельная будет. Это факт. Думаю, что они в день прессы будут это изображать. Да. Я. Вот, посмотрите, смотри. Юга проснулся, Юга на Игромире. Да, да. Юга устал. Проснулся на Игромире. Ну, как-то так. Талант не пробьешь. Жаль. Ну, это начало волнья. Навальняки, разнёк. Неплохо. Начало волнья. Я обычно, когда по трассе езжу, у меня, знаешь, голове, что играет. Помнишь, момент из серии брата, когда Данилу машина сломалась, его дальнокожник подобрал. Там, виду, счастье, на песне. В машине что-то... Ни хрена! Челики на лодке! Вы что? Вы видели, что на улице, бля? Все тихотронутые. Блядь, люди вызови СМЧ. Это неадекватно. Их тут много. Вот так, ну, я не знаю. Не, вы видели, что на улице происходит? Блядь, секта какая-то странная собрала. Их реально там до хрена. Не, на другой стороне, по-моему, тоже свой кайф есть. Нет, ничего. Если это вход номер два, то мне могут идти в павелон номер один. Мы сейчас туда сходим. Запись пошла? Вставай. Ну что, дорогие мои друзья, вот мы наконец-то и прибыли на Игромир и сейчас ждем наших проходок. Точнее, за степень мы пойдем оформлять, а мою. Мне просто мы тупим, не знаем, где кормить для начала. Да, но это ничего страшного. Все должна прийти Марина и я все... Марина с компанией 101XP, а также бессменный, так сказать, лидер торта FM, собственно, по которым, которых я буду сегодня представлять. Это, так сказать, уже вчера я выложил новость о том, что я буду непосредственно один из блогеров от радио торт FM и буду презентовать видосики, которые будете посмотреть и надеюсь, они вам понравятся. А мы пока ждем. Погода отвратительная, а настроение замечательное. Обычное. Обычное. Ну, самое настоящее. Вы как бы можете видеть дождь моросит и все прочее. В общем, ждем билетов, точнее, ждем пропусков и пойдем снимать. Погнали. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. С вами Юга. И что я могу вам сказать, мои хорошие, мы на Игромире 2016 года. И по традиции хочу вам сказать пару двух вещей, которые вы должны знать в начале просмотра данного блога. Первое, что я представляюсь на этом Игромире радио торт FM. Соответственно, я аккредитованный корреспондент от этой прекрасной организации Мариночка. Большое тебе спасибо. Ну что, ребята, поехали. Начнем потихоньку осматривать стенды и сегодня в программе как минимум закрытая презентация в лес онлайн и турнир по кроссауту, который проводить будет компания Intel вместе с Гайджинами. Погнали, посмотрим, что здесь есть и стоит оно того. Let's go. А он тяжелый, что ли? Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Да, Дима Торзыш Мариночка Оперся Прям в этом году граждан разнокрытая пища Эта куда у нас? Дихой, а что ты маску не даешь? Просто аста металла сомнен сомненько Понял, что там давление на него оказывалось. Сегодня во всем мы это, дорогие друзья, поиграем и посмотрим, как что есть. Но чуть попозже. А сейчас краткий обзор, осмотр и впечатления, первые эмоции. И, что самое главное, Стёп, ты был уже второй год на этой музыке. Что скажешь? Куча народов. Ничего интересного. Вообще не ходить никогда. Это будет очень сложно, потому что вместе с Камин-Кон. Тут будет, соответственно, еще проводиться Камин-Кон. Мне очень будет сложно, поверьте. Не знаю, пойдем искать, смотреть. Ну что, мои дорогие. Мы пока осматриваем выставку, впечатляемся и думаем, что к чему. Умирает. Умирает у нас защитница Алекстраза. Но тут сразу же бабушка выходит на защиту. Он потрогал меня своим мечом. Ну что, обход завершился. Посмотрели все стенды. Единственное, что нигде не были, так это именно на Камин-Коне. Но это будет во второй день этой выставки. Буквально через 15 минут будет турнир по игре Кроссалт, где я буду участвовать. И посмотрим, что из этого будет. Поехали. Ну что, дорогие мои, сейчас в режиме реального времени мы впервые опробуем новый проект от компании Гайджинов. Точнее, новый их раздел проекта по War Thunder это корабли. Соответственно, вы увидите это первыми с Торт.ФМ и Юга Шоу. Поехали. Поехали. Карпик больших размеров, который мы делаем специально для обычного. Можете выбирать любой из пяти катеров. Как видите, представленная катера всех пяти стран, которые есть. У нас в War Thunder. Это как раз северный союзников. Можете выбирать любой. Катера отличаются вооружением. У них у всех есть пулеметные пушки, но при этом у каких-то из них есть торпеды. Есть только пушки, но при этом еще есть лубитые бомбы. По управлению все очень просто. Можете, по-моему, мыши переключиться на третье лицо. Левой кнопкой мы стреляем. Shift это бинокль, в который можно целиться. Четверка запускает торпеду. Торпеды, в секунде из лица, примерно, в зависимости от катера, перенезаряжаются. Так что не экономьте их, спокойно пустайте по врагов. Задача боя захватить точку в центре карты. Всегда команда, которая будет удерживать, в зависимости от победителя. Ну, либо еще можно попытаться выбить все корабли противника. Но, учитывая, что у каждого из вас, например, пять штук, это довольно-таки долго за это время. Кроме того, обратите внимание, что за захват точек и за повреждение утопления вражеских кораблей, вы можете набрать очков и при следующем респауне можете вылететь на штурмовике. То есть, как не респауне, обратите внимание, когда у вас будет достаточно очков для возрождения, можете на штурмовике полететь и попытаться с воздуха атаковать корабли. И, поскольку у вас War Thunder в карабине, в войне в морском таком режиме, будет, как и в наших наземных сражениях, как совместные бои между танками и самолетами, так же будут и совместные бои между кораблями с самолетами, как оно и было, в общем-то, на настоящей войне, в реальной жизни. А я идицом заторгал. Значит, да, как я уже говорил, кнопку четыре это торпеды, так же, если на вашем катере есть глубинные полки, вы можете пробелом сбрасывать, они у вас установлены на корме, соответственно...